Добрый день дорогие друзья, с вами в студии Лютаревич Дмитрий и мы продолжаем с вами нашу беседу о значении еврейских слов и имен в Писании, о тайне этих слов. И в прошлый раз мы с вами говорили, сделали такое небольшое вступление, откуда взялся алфавит, что еврит он был языком, на котором была написана Библия, священные наши Писания. И мы также рассмотрели с вами буквы, как они выглядели и что скорее всего они напоминали образ определенных животных или разных других вещей, которыми пользовался человек. И каббалисты считают, что формы букв они не случайны и они имеют особый таинственный смысл. Для тех, кто не знает, что такое каббала, то каббала это часть устной торы, это учение о тайнах мироздания и проявления Всевышнего. Я думаю, что не стоит бояться этого слова, может быть некоторые испугались и говорят сами к себе, как каббала, зачем мы в это вообще влазим. В этом нет ничего плохого, если ты знаешь границы. И я думаю, стоит рассматривать и прислушиваться, разбирать и исследовать то, о чем мы будем с вами говорить, то, о чем иногда говорят наши мудрецы. Это просто может расширить наши границы мышления, это может нам показать какой-то определенный путь и даже открыть что-то новое для нас в Писании. И согласно Мишне, Мишне это часть устной торы, в отделе Авод, то есть Отцы, в пятой главе там написано, что мир был создан десятью речениями. Десять раз Бог открывал свои уста и что-то происходило на свет. Мы читаем, что слово выходило из Божьих уст. Эти слова, они выходили в определенном порядке, и они воплощались во что-то особенное, во что-то прекрасное. Даже сам Бог, когда увидел свое товарение, Он сказал хорошо. Каждый раз, заканчивая создавание дня, Он говорил хорошо. Когда Он создал человека, Он сказал хорошо, весьма. Вот десятью речениями был создан этот мир. Но, как мы знаем, что все слова, они состоят из букв. И другое место, другой мидраж, Он говорит, 22 буквами еврейского алфавита был создан наш мир. И, знаете, очень важно, если мы смотрим, что Бог, открывая свои уста, создавал что-то, мы также понимаем, что Господь дал такую силу, подобную силу. По своему подобию Он создал человека. И у нас есть также власть что-то создавать. Написано, что смерть и жизнь, она во власти языка. Поэтому очень важно нам следить за тем, что мы говорим. Как мы разговариваем с нашими близкими. Мы, может быть, можем где-то с кем-то поссориться, где-то прийти усталыми с работы и накричать. Из наших уст может выйти какое-то проклятие. Мы должны помнить, что всякое слово, которое мы говорим, оно имеет силу. Оно воплощается. Оно воплощается в этот физический мир. И оно будет производить что-то. В этом физическом мире. Может быть, это будет что-то доброе. А может быть, это будет что-то злое. Мы знаем, что было сделано много экспериментов. И каждый из вас может поискать это в интернете. И найти, как слова влияют на физические объекты, находящиеся в этом мире. Я знаю, что был один эксперимент, сделанный с водой. И когда взяли и заморозили воду и говорили к этой воде что-то негативное, то при заморозке вода получала такие кристаллики, которые были просто непонятной формы. Но когда говорили благословение, то кристалл, который получался и был виден в замерзшей воде, он был просто прекрасен. У него была определенная структура, очень красивая. Жизнь и смерть во власти языка. И Бог когда-то говорил, благословение или проклятие, это то, что выходит из наших уст. И Шуа сказал, не может из одного источника течь разная вода, и горькая, и сладкая. Такого просто не бывает. Все время он говорил, следите, что вы говорите, следите, как вы говорите. И как я уже сказал, что все слова, они состоят из букв. И есть три подхода в нашей традиции или в Кабале, когда рассматривают и хотят понять скрытый смысл буквы, то прибегают к трем подходам. Первый из них это называется сипур. Сипур это рассказ. Три подхода эти, они звучат как шлоша сапирин. Три сапира. Потому что все происходит от слова сефер. Это вот такой вот корень, который мы видим. Вот первое это сипур. Рассказ. Когда мы читаем, когда мы что-то слышим, когда нам, когда мы были маленькие, рассказывали сказку, мы прислушивались. Мы пытались вникнуть в каждое слово. Мы пытались понять ту картину. Мы представляли образы, о которых мы слышим. Это сипур. То есть мы берем какую-то букву и мы слышим, как она звучит. Какие звучания у нее есть. И тем самым мы можем что-то понять и увидеть в звучаниях этой буквы. Второй подход, он называется сфар. Сфар это значит счет. Считать. Сфар. По-другому это называется гематрия. Сегодня в наших школах, в еврейских школах, примерно во втором классе, каждый ребенок на своих уроках, он понимает, что такое гематрия. Гематрией пользуются с древних времен. И если даже мы откроем Писание на иврите, мы откроем Танах, Тору, Пророков, сами Писания, то мы увидим, что там нету чисел. Вместо чисел использовались всегда буквы. Мы это встречаем в календарях и в другой священной литературе. Всегда люди пользовались вместо чисел буквами. И вот эта вот система, она была очень древняя, и ей пользуются до сегодняшних дней. И каждая буква, она имеет свое определенное число. Это могут быть единицы, это могут быть десятки, а могут быть и сотни. Третий подход, он называется сэфер. Сэфер это от слова книга. Когда мы что-то читаем, то мы видим, что написано. Мы смотрим туда и мы видим, как построена эта буква. То есть, в этом подходе рассматривается вид буквенного знака. Рассматривается его форма написания. Через это тоже что-то можно увидеть определенное. И в самой большой степени скрытой информацией является иногда написание самой буквы. И в написаниях свитки Торы или Тфелин пишется это все очень медленно, аккуратно. Пытаются прописать каждую букву. И человек, который занимается этим, он должен находиться в хорошем духовном состоянии. Он не может прийти писать свитки Торы, если он, может быть, поссорился со своей женой, или у него какие-то другие проблемы были, или он поругался с детьми, или у него трясутся руки. Он должен быть находиться в правильном духовном состоянии, чтобы подойти и делать что-то для такой творческой определенной работы. Можно увидеть в каждой из букв, что она составлена из других букв. То есть, эта комбинация может быть нескольких букв, образующая одну определенную букву. И вот такая вот комбинация начинает приобретать свое собственное значение. Итак, сейчас мы познакомимся с вами с первой буквой в алфавите, которая называется Алиф. И мы сейчас посмотрим это на нашем слайде. Итак, буква Алиф. Мы можем здесь увидеть, как она выглядит, как она пишется на еврите, и как она читается на русском языке. Алиф, оно обозначает Бога. Элухим. Элухим это Бог. Алиф, оно обозначает Бога. Это первая буква еврейского алфавита. И мы ее рассмотрим, как я уже сказал, в этих трех подходах. Первое, это произношение. В прошлом слайде вы видели, когда я показывал, как эти буквы образовывались, кого они представляли раньше, то мы видели рога быка. И Алиф из древности взяло свое название от быка. И поэтому здесь на слайде мы можем увидеть, что Алиф, оно переводится как Вол. И вот с правой стороны можно здесь увидеть это слово, как оно записано на еврейте, и огласовку, которая стоит под буквой Ламид. Другое произношение, это слово Алюф. Алюф, оно переводится как главенствующий, как самый сильный. На русский перевод мы можем это перевести как чемпион. И знаете, сегодня, если мы слышим такое, что вот прошел чемпионат мира по боксу, и кто-то занял первое место, это еще не значит, что он самый сильный. Даже если он стал чемпионом, это еще не говорит, что он самый сильный в мире. Потому что, может быть, есть кто-то, кто просто не приехал на этот чемпионат, должен был участвовать, но не приехал. И этот человек может быть сильнее его. А может быть, есть такой человек, который не занимается боксом, но он может быть опять-таки сильнее его. И человек, которого сегодня мы называем чемпионом, это еще не значит, что он самый сильный, даже если он чемпион всего мира. Но Бог, он является главенствующим, он является самым сильным, он является тем, который создал весь этот мир, который правит, управляет этим миром. Алюф, чемпион, самый сильный, от которого все происходит. Другое звучание, произношение буквы Алиф, это Элиф. Опять-таки, мы на слайде здесь можем с правой стороны увидеть, как это пишется на иврите. И можем заметить, что разница между всеми этими тремя словами, про которые мы говорили, Алиф, Алюф и сейчас Элиф, это всего лишь огласовки. То есть, гласные буквы, а все остальные три буквы, которые составляют этот корень, они полностью одинаковы. И Элиф, это тысяча. Мы встречаем такое место в Писании, где написано, что один день у Бога, это как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. И это как раз обозначает, что у Бога есть вот эта вот полнота, один день, как тысяча лет, что Он над всем правит, Он есть главенствующий. Другой корень, мы можем увидеть этой буквы, сам корень этой буквы, как она пишется, это Алиф, Ламид, Пей. И он говорит нам о учении. Есть слово, которое называется Ульпан или Ульпана. И опять-таки, здесь на слайде вы можете увидеть, как оно пишется на иврите. И я вот здесь прямоугольником таким обвел корень. Тот же самый корень, те же самые буквы. Ульпана, это место для учебы. Место для учебы, где человек приходит и получает знания. Обычно там учат иврит, но это может быть также какая-то студия. Место, где человек обучается. Бог, Он есть наш Учитель. Это как раз символизирует Бога, от Которого все произошло. И Он обучает человека, как Ему жить. Он сделал человека по своему образу и подобию. И Он желает, чтобы мы могли исполнять Его заповеди, чтобы мы могли ходить в Его свете, чтобы мы могли добровольно любить Его и избирать то, что угодно Ему. Он создал человека и сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте эту землю. Бог, Он есть Учитель всего. Именно Бог может дать то, чего нам не хватает. Именно у Бога мы просим всегда мудрости и знания. Когда мы молимся, иногда мы просим мудрости у Бога. Мы говорим, Господь, я не знаю, как мне поступить. Господь, дай мне ответ. И вот эта вот мудрость, она приходит от Бога. Это также видно в этой букве. И теперь еще самое интересное. Ешуа про себя Он говорил. Я есть Алиф, Альфа и Омега. Или Я есть Алиф и Тав. Это первая и последняя буква алфавита. Он говорил, Я есть первый и последний. Он про себя заявлял в Откровении от Иоанна, что Он является Алиф. То есть, вот это вот первый. Даже в Библии, в самой, в Торе, то есть, в Танахе мы читаем, где Бог тоже говорит, Я есть Алиф, Я есть первый. И поэтому Алиф мы можем увидеть, что эта буква, она также символизирует Иешуа. Но хочу здесь привести еще один пример, который более глубокий, и также подтверждает это. И вот последнее слово на слайде мы можем увидеть, это слово Пели. Пели это переводится как чудо. Если мы Алиф берем и читаем наоборот, то получается Пели. Чудо. Чудный. В книге Исаия написана такая фраза. И младенец дал нам, сын дан нам, сын родился, и владычество на раменах его, и назовут его Бог крепкий, царь мира, чудный. Там есть вот это вот слово как раз, чудный. Это одно из имен Бога, одно из имен Ешуа, чудный. Опять-таки, Алиф, как я уже сказал, она просто говорит нам напрямую о Боге, и связана всегда с ним. Спасибо вам за внимание. И в следующей нашей встрече мы рассмотрим еще некоторые буквы и некоторые слова, которые связаны с буквой Алиф, и как они влияют на наш мир. И мы можем даже увидеть определенное учение, которое за этим скрывается. Спасибо вам и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok